В актовый зал администрации Одинцовского района 30 марта пришли все заинтересованные в развитии малого и среднего предпринимательства. Сотрудники профильных управлений администрации, представители территориальных органов и власти и, конечно, предприниматели. Такой состав приглашенных на форум встречу позволяет наиболее эффективно решать актуальные вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса. Вопрос номер один на повестке дня – меры государственной поддержки. В прошлом году 17 одинцовских предпринимателей получили в общей сложности более 9 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. В этом году эта цифра должна увеличиться. Приглашаем на консультацию, приходите, будем смотреть ваши документы, будем смотреть ваши направления, консультировать. Вы будете готовиться к сдаче заявки на участие в этих программах и в областной, и в местной, муниципальной. Все предприниматели до 1 апреля должны быть зарегистрированы в информационной системе кадастр отходов, даже если никаких отходов они не производят. Тем, кто сведения не предоставил, грозит немалый штраф. Для юридических лиц его максимальный размер – 300 тысяч рублей. У предпринимателей неоднозначное отношение к нововведению. Информацию в кадастр отходов по состоянию на 30 марта подали единицы. Рамиль Мухтасаров на форуме встречи представил свой бизнес-проект, который можно назвать инновационным не только для Одинцовского района, но и для Московской области. Коворкинг-центр – пространство, объединяющее, как правило, начинающих или индивидуальных предпринимателей. Хозяйственную деятельность, юридические, бухгалтерские вопросы берет на себя управляющая компания Коворкинга. Она же обеспечивает секретарскую и курьерскую поддержку, рабочее место и безлимитный интернет. Один из первых в Московской области коворкингов откроется в Одинцово в конце мая. Этот форум встречи представителей бизнес-сообщества и администрации Одинцовского района уже вторая в этом году. Но чтобы получить ответы на свои вопросы, предпринимателям не обязательно ждать следующего форума. В Управлении развития экономики всегда готовы оказывать им необходимую поддержку. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.